итак еще раз здравствуйте мне кажется с кем-то мы знакомы с кем-то с кем-то мы уже виделись или мне так хочется чтобы с кем-то уже виделись я рада вам я из я очень рада вас видеть такой морозный вечер вы пришли их не пожалели своих сил своего времени на на сегодняшнюю лекцию лекция посвящена как вы видите на слайде но такое название до общий образ отца в системе самосознания личности я действительно очень удивлена тому что пришло очень много что такое вы тоже удивлены этой теме а я вот очень удивлена что так много мужчин сегодня пришло то что когда я уже я это я с похожими лекциями по крайней на эту тему уже не единожды выступала и как правило приходят конечно же мамы интересуются так что там надо сделать папе чтобы все было хорошо но обычный какой вопрос да что там самому надо делать чтобы все было хорошо а сегодня такая интересная аудитория очень много пап кстати кто из вас родился родители сразу поднимите руки кто уже родители оба у кого больше одного ребенка а у кого есть уже взрослые дети давайте после 17 18 вот так там же просто случилось и там же все сложилось а очень интересно ну отлично давайте мы сегодня поговорим а у школе сегодня пришло так много пап то конечно хочется интерактива хочется диалога хочется обсуждения и я надеюсь на ваши вопросы надеюсь на ваше размышление да какие-то отклики мне конечно прежде всего очень интересно узнать а что вас сюда привело вам эта тема зачем но помимо тоже красивое название мило тоже нравится да но все же что вас сюда привело чтобы вам хотелось тем более все таки тем звучит достаточно специфично образ отца в системе самосознания хотя кто психологи еще раз ага все остальные не психологи но просто интересующиеся вот это круто вот это прям круто а но тогда тем более поделитесь пожалуйста а что вас сегодня сюда привело на эту тему что вам интересно зачем вам спасибо да действительно один из самых таких популярных вопросов на самом деле да вот в этом папа 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 а если его нет то как-то будет отличаться у нас человек от тех у кого есть или был папой или не будет да мы про это будем говорить мы обязательно этого будем касаться что еще но на самом деле но стоит ли в это идти да потому действительно это совершенно другое другая история это другая роль да и вопрос кстати спасибо потому что вопрос действительно очень важный очень нужный то что мы привыкли к тому что как-то вот оно ну я сейчас так обобщаю конечно же да но мы привыкли к тому что он как-то все течет и течет родился женился дети о там я папа о я мама и дальше вопрос так а что мне со всем этим делать и меня все никто не спрашивал хочу я этого или нет так что спасибо как это предупрежден значит вооружен по крайней мере понять что там что там такое бывает спасибо уважаемые папа и мама вопрос глубокий и это вопрос который требует много 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 деталей на самом деле потому что как я думаю что вы уже где-то это видели замечали что при одном авторитарном смысле при одинаковых авторитарных папах да у нас могут быть у нас могут развиваться очень разные истории по крайней мере в своей клинической такой практике я это неоднократно встречала действительно тоже важный вопрос я сегодня буду упоминать ну и сразу ну да я нашла какой-то диссертацию там были исследования на тему того исследование созависимых людей понимаете да чем я говорю как раз таки там исследовался именно образ отца у созависимых и там вот этот образ отца у них получался очень неоднородный то есть это был либо образ отца очень авторитарный и деспотичный да у них вот в их конструкции такой личностный либо наоборот скорее не то что мягкий но скорее отсутствующий и безинициативный да и вот собственно авторы этого исследования это была диссертация они как раз таки с интересом обнаружили что действительно это влияет это влияет то как отец как себя ведет как он общается как он обращается именно от самого отца еще зависит хорошо спасибо это наше исследование если потом подойдете я наизусть всех уже не помню но это была диссертация которая проводилась нет писана защитили не так давно и у нас кстати по стали появляться исследования но как вы понимаете тема такая только сейчас набирает оборот как вы только сказала да это только вот последнее время тренд до этого как-то про институт отцовства не то чтобы не говорили да но все равно фокус внимания был обращен на институт материнства и по сей день мы можем увидеть очень много про маму и там за последние 50 60 лет конечно же большинство исследования это исследования про маму хотя все исследования которые начинались они начинались с психоаналитиков как мы знаем зигмунд фрейд самый первый психоаналитик его психоанализ был придуман да и был создан но не придуман был создан как раз таки из его таких непростых сложных отношений с отцом и это было а если вы почитаете биографию да то например страсти лена если вы почитаете биографию то вы например с интересом можете обнаружить что фрейд не был по моему на похоронах своего отца он уехал в длительное путешествие и потом еще очень долго как-то приходил в себя и вообще осознавался и после этого кстати появился 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 психоанализ да хорошо а еще еще с чем вы пришли что вам интересно интересный вопрос спасибо знаете прям сразу вспоминается история сейчас секунду я вижу ваш вопрос совершенно история которая из жизненного опыта когда был отец который был с ограниченными возможностями он потерял конечности но сам по себе он был настолько активный включенный и как-то сохранял до бодрость духа что когда уже взрослых детей его спрашивали ну как вот тебе жилось все-таки у папы столько ограничений было и дети говорят самое интересное что мы не замечали потому что он был активен то есть во многом конечно мы будем говорить про то что это зависит от еще и само ощущение да и сам презентации то как это не только отцов касается это в принципе касается то спасибо насколько взрослой дочери вот тут вопрос тут скорее как зависимости от запроса тут на самом деле уж такой знаете к психологу-консультанту да к терапевту и там требуется это я даже могу про это поговорить с удовольствием да но тут конечно же нам требуется гораздо больше информации и конкретного запроса да что значит как выстраивать отношения с отцом вдовцом то есть что здесь нужно пояснять уважаемый папа с чем еще работая в детском центре постоянно родители приводят детей приводят няни по причине постоянной загруженности родителей и на самом деле я пашу не всех видел либо мамы либо няни вовлеченность отцов вот как мне кажется она минимальна вот как все-таки компенсировать именно в процессе воспитания вот именно в тех семьях где родители постоянно загружены либо это такой процесс воспитания выходного дня что нужно делать например чтобы ребенок чувствовался что действительно есть родители вполне это очень большой вопрос это это огромный вопрос на самом деле и мы с вами будем мы собственно тогда с этого сейчас и начнем потихоньку да у меня сегодня все потихоньку на спасибо даже мать не может сто процентов быть включенный и участвовать это утопия простите я тогда считаю может быть кто-то по-другому да конечно считает здравствуйте да занимаюсь проблемами адективного поведения подростков часть ответственности особенно еще к это возраст где подключается у нас именно отец очень активно а ну смотрите как мы с вами поступим вот тут уже прозвучало последних три вопроса и вот еще ваш вопрос до который все равно будет возвращать в тему роли и функции отца до понимать чтобы понять где то золотая середина важно важно вообще увидеть и как-то разобраться а в чем собственно его роль до какую роль он играет и какая какие функции у него есть да и к вопросу и к вашему вопросу да то что как как подключать отца на мой взгляд здесь очень важно понимать так а в чем собственно заключается отцовская функция все что здесь сегодня я буду рассказывать это скажем так на правах до мнение вы можете со мной не соглашаться у вас могут появляться совершенно справедливо свои какие-то идеи и вопросы это будет здорово если вы будете их как-то привносить это тоже будет здорово я постаралась для вас как-то правит такую под собрать обзорную экскурсию которая будет касаться следующего мы конечно с вами поговорим о том вообще о некоторой истории до в истории института отцовства я думаю что вы со мной согласитесь что институт отцовства сегодня институт отцовства где-нибудь так лет сто назад а может быть даже где-то в древней Греции а может быть даже где-то в древней Руси это будет немножко разная история ну наверное согласитесь да историю все читали потом конечно важно нам я бы хотела то что вам сегодня рассказать это ну вывести понятие потому что нас есть несколько понятий когда мы говорим про институт отцовства мы говорим про то что существует фигура отца да существует роль отца когда он уже какие-то функции выполняет и существует образ отца и это про разное тоже кажется что это очевидно и конечно очень важно немного затронуть тему а вообще какие функции у отца что он ну предполагается да что предполагается он будет делать более того сейчас ведутся споры и даже не споры да как точка зрения много разных точек зрения когда говорят о том что например некоторые функции отца может брать на себя мать это совершенно естественно и это на самом деле как-то нам развязывать в каком-то смысле руки да дает нам больше возможностей и действительно эти функции материнские отцовские они сейчас стремятся к тому чтобы как-то между собой да переплетаться объединяться но будет все равно принципиальное отличие позиции отца в том что он тот самый другой который входит в отношения между матерью и ребенком и играет огромный это вхождение играет огромную роль в развитии ребенка кстати это касается и созависимых отношений впоследствии и в конце мы с вами уже поговорим про непосредственно образ отца из чего он складывается да какое содержание этого образа и как он формируется ну вот так вот такой сегодня у нас будет план так посмотрим что что есть на слайде ну если говорить про ольга это вода для кого это вода для кого спасибо спасибо если говорить про эволюции фигуры отца то вот вы уже можете увидеть я вам тут подобрала яркие картинки да те кто верит в существование матриархата говорил о том что в период матриархата ну как такового как как таковая роль отца она нивелировалась до того чтобы произошло зачатие а дальше в общем-то был не нужен никакого института отцовства не существовало те кто не верит существование матриархата тот и собственно и и не верит если мы перейдем дальше да про уже будем говорить с вами про древнюю грецию про древний рим то конечно с появлением патриархального общества ситуация у нас будет существенно меняться и в этом обществе в свои права вступает патриархат и у отцов появляется много власти если вы помните если вы читали и вплоть до того что ну там телесное наказание да совершенно спокойно мог осуществлять отец до продавать в рабство например в древнем риме ну вот такие были нравы до что можно было ребенка продать в рабство и интересно например что в древней греции отцы рассматривались как генераторы жизни а вот матери рассматривались соответственно ну как сопутствует что вот основная история это конечно про папу который создает эту жизнь и он может этой жизнью распоряжаться если говорить про про древнюю грецию так вот это вот то что про некоторую такую эволюцию фигура отца то есть в древние времена как мы с вами понимаем у отцов было очень-очень много власти было это власть очень много да и отец был не просто голова он был тот кто собственно распоряжается своей семьей своими детьми почему я вам про это рассказываю потому что все равно для нас с вами это тоже будет важно что эти отголоски вместе с теми временами к нам все равно до нас все равно доходят там настоящее время фигура отца в россии ясно солнышко если вы помните домострой да то конечно отец играл большую большую роль но очень интересно что до 7 до 6 7 лет как вы помните дети жили на женской половине носили одинаковое женское платье для как как для девочек и отец не имела не претендовал на детей вообще никак но с момента там 7 6 лет отец также мог распоряжаться также собственно его привлекали для разрешения различных конфликтов и зачастую он сильно в них не разбирался но за ним всегда было последнее слово то есть отец глава наместник как это говорило бога на земле а вот дальше когда уже приходит у нас советская власть то институт отцовства у нас от когда отец как отец отходит на второй план и как вам кажется почему кто взял основную функцию кто стал самым главным родителем государства конечно же да вот то самое тоталитарное общество стал отодвигать немного непосредственно самих отцов и провозглашать себя единственным кто имеет право осуществлять да и участвовать в развитии воспитания и конечно где то вот уже еще 50 60 лет да в связи со всякими войнами разными историями мы с вами уже поимели не очень приятную картину если вы помните да какая какой был образ семьи мы сейчас красивый образ уберем который был на картинке да а вот вспомните да какой образ семьи в основном вот приходят в голову да что первое вот бросая бросалась глаза да 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 при том что либо отца не было физически либо если он и был то он где-то был там в стороне его не было видно он был не включен и да как у саши черного было почетным дням пьет по нечетным жену бьет в одном из его рассказов да и вот образ был такой а сексуальной матери которая тащит на себе работу и детей и вот где-то там отец который где-то там да нет не включенный но сегодня уважаемые коллеги и те кто пришел послушать эту лекцию конечно и наша аудитория этому большое подтверждение сегодня конечно же ситуация сильно меняется и как сказала ольга отцовство это тренд то и такой новый тренд когда папы начинают активно вникать в и участвовать в воспитании своих детей в развитии своих детей да но вот если вы придете не знаю там школа по подготовке к рождению ребенка очень много туда ходят и женщина и собственно и будущая мама и будущий папа и совместные роды сейчас пропагандируются если выйдете там выходной день на площадку увидите к и не кстати не только выходной день я вот наблюдаю в будние дни очень часто уже как-то сравнялась что и папа и мамы и в общем до такого активное участие папа в развитии воспитания детей но вот как вам самим кажется это хорошо или плохо ну я потому что не очень психологичный вопрос но а чем это классно на ваш взгляд кстати да кстати да так восстанавливается баланс так баланс действительно кстати для баланса это очень полезно на одной волне ну да да а вот если пофантазировать сейчас вот пока да пока мы не начали вот чем это может быть полезно так во первых есть альтернативное мнение есть кто-то другой да именно другой да с точки зрения инаковости кстати вы очень даже и правы про то что действительно папа таким образом начинает разгружать эти симбиотичные отношения где действительно очень много про власть на этот вопрос знаете ли психологи давно пытаются ответить и не только психологи да но это мы уже будем говорить про качество про качество про качество отношений между родителями и это будет другая история до идеале в идеале два мнения навязывать это принципе сложно но давайте пока мы вот такие особенности до оставим стороне какие вот что вот если пофантазировать чем это полезно для ребенка с точки зрения нашей темы у нас тема образ отца правильно да образ отца он как бы это не роль не активно нет мы сейчас как раз таки с вами присутствует априорик то есть ненажно активную часть да кстати ну вы как то же забежали вперед я даже не успела рассказать что бывают разные категории Но действительно образ отца, он врождённый, там есть часть врождённая, то есть он присутствует изначально. Мне кажется, если мы с точки зрения этой темы говорим, то единственная польза, которую мы здесь можем априори при прочих раундах подчеркнуть, то, что отец активно может влиять на формирование этого образа. Он в любом случае, участвует отец у ребенка, не участвует, но здесь он может активно влиять на это. Вопрос как? Здесь на это действительно можно как-то участвовать, потому что если нет отца, это не значит, что образа не сложится, это не значит совершенно. Более того, отец это будет первая фигура, а потом по мере взросления ребенка, вы же прекрасно понимаете, будут еще учителя, которые тоже поучаствуют в формировании этого образа. И оттуда тоже будут браться такие наставники, учителя, ну кому повезет, кстати. И мы с вами знаем истории, когда, например, как такового, да, отцовское участие было не так активно или вообще не было, но ребенку повезло, и он встретил вместе с мамой, кто-то отчим был, например, да, или какие-то наставники были, которые внесли вклад. А мы разделяем здесь отцовскую фигуру и отца? Мы вообще все разделяем. Давайте тогда разделим сразу. Это наша лекция. Вот, как вы ответственно подходите, гораздо более ответственно, чем я. Но давайте тогда мы сразу и разделим. У нас вот прежде чем как-то двигаться в сторону понимания функции отца и в сторону понимания образа отца, как он складывается, давайте мы разберемся в понятиях. Вот если разбираться в понятиях, то мы можем выделить, и традиционно выделяют следующее. Первое – это фигура отца. Фигура. В буквальном смысле фигура – это реальный мужчина, который является отцом ребенка. И он обладает индивидуальными, только для него относящимися физическими, ну, например, рост, здравствуйте, вес, цвет глаз, особенности какие-то. Да, и психологическими, такими как темперамент, характер, а также трансгенерационными составляющими. Трансгенерационными, понятно, да? В общем-то, он представитель своего рода, и он несет в себе эту систему. Это то, что касается фигуры отца. Вот те, кто поднимал руки, что вы папа, да? Вот вы папа, вот такой папа. И когда мы будем смотреть на вас, мы будем говорить про кого? Фигура отца. Есть еще такое понятие, как роль отца. Вот роль отца – это как раз-таки непосредственное участие в развитии ребенка через осуществление определенных функций. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот, кстати. Через осуществление определенных функций, которые обеспечивают условия, да, там все обеспечение, условия развития. То есть роль отца, она через, это непосредственное участие в развитии, через осуществление определенных функций, да, обеспечение условий развития. Мы сейчас с вами чуть подробнее на этом остановимся, да, какие функции принято выделять как отцовские. То есть помимо, какая основная функция это, да, помимо 50% генетического материала, какие у нас функции выделяют. Это будет следующий слайд, вот как раз-таки про роль отца. Первое – это гарант безопасности. Глава семьи как гарант безопасности. То есть это формирование чувства удовлетворенности всех членов семьи через обеспечение безопасности, защиты и удовлетворения потребностей семьи. Так традиционно складывалось. И как бы ни менялась сейчас и наша история, все равно где-то в глубине души мы воспринимаем отцов как и мужчин, как защитников, да, как гарантов безопасности. Просто очень часто на эту тему начинают спорить, что вот сейчас женщина выходит на первый план. Не спорю. Да, но все-таки эта функция, она появилась не вчера и не позавчера. И она достаточно сильно в нас укоренена. Что еще? Вот здесь, например, да, вы видите закон и порядок. Это еще одна функция важная. Что значит закон и порядок, да? Отец – носитель ценностей, правил и норм. Отец устанавливает правила и контролирует их осуществление. Согласны? Я, знаете, тоже с этим согласна. А правила чего? Жизни семьи. Жизни семьи. Да. То есть я думаю, что для вас ни для кого не секрет, что каждая семья живет по своим правилам. И не только каждая семья, да, для того, чтобы мы… Все-таки мы с вами существа социальные. И нам как-то нужно научиться взаимодействовать с этим миром. Да, и для этого придумали определенные правила, которые распространяются как вовне, так и работают внутри семьи. Вот внутри семьи и обучение этим правилам во многом принято считать ответственным отца. То есть он эти правила устанавливает, он всячески контролирует их исполнение. Было замечено, что если мама говорит ребенку, ай-яй-яй, нельзя, ребенок весело хихикает и продолжает делать все то же самое. Но если папа строго, даже где-то хмуро, из-под лобья посмотрел и сказал «нельзя», да, ребенок на это реагирует чутьче. Не всегда, конечно, он бежит это все сразу исполнять, но все-таки больше откликается. Соответственно, роль главы семьи, да, носителя ценностей, норм и правил, моральных устоев, запретов, регулирующих поведение ребенка. Я думаю, что тоже мы с вами про это знаем, что по мере роста и развития ребенка он обучается всевозможным правилам поведения, которые позволяют ему потом интегрироваться в социум, в мир. И, кстати, интегрироваться достаточно успешно. Тоже было отмечено, что как раз-таки во многом от участия отца будет зависеть, как впоследствии уже взрослый человек будет взаимодействовать с окружающим миром, с другими людьми. Потому что, например, ну, сейчас я, конечно, скажу так грубо немного, но во многом от участия отца будет зависеть, как вообще человек, да, сначала ребенок, а потом человек впоследствии устроится в этом мире. Да, насколько вот он будет успешен в достижении своих целей, да, в обеспечении себя и так далее. И это все начинается вот с самого раннего периода. Что еще? Что еще? Обеспечение половой идентификации через демонстрацию модели соответствующего полуповедения для мальчиков, например, и гетерополых отношений с матерью для девочек. Это понятно, вот, да, то, что я рассказываю. Здесь мы говорим, конечно же, про полуролевую идентификацию. Отец демонстрирует некоторое мужское поведение, которое является примером для мальчика. И во своих взаимоотношениях с мамой он демонстрирует, соответственно, некоторые отношения, да, через некоторые отношения к маме он является примером также и для девочек. И про это тоже очень часто и много бывает вопросов, да, а что если, а что если отец там вел себя вот так по отношению. И, кстати, большая часть запросов ко мне как к психологу, например, со стороны женщин, конечно же, в топе всегда будут отношения межличностные. Да, кто, ну, приходит к психологу на очный прием, я имею в виду, да, не на телефоне доверие где-то или еще что-то, научный прием. Чаще всего приводят, конечно же, отношения. Как говорит тогда моя чудесная коллега, что у женщины существуют две беды, есть муж и нет у мужа, да, это то, что чаще всего приводит ее к психологу. Ну, действительно, и когда мы, собственно, с этого началось, с этого началось мое такое исследование, мне стало самой интересно разобраться, да, что же действительно такое происходит, потому что очень много было таких запросов, да, вплоть до того, что я не могу никаких отношений строить ни с какими мужчинами, да, и это не вариант гомосексуальной ориентации. Это вполне себе вариант гетеросексуальной ориентации, но когда мы начинаем дальше разматывать этот клубок, мы обнаруживаем, например, кто спрашивал про авторитарного отца, да, очень такого авторитарного, деспотичного отца, который подавлял, который всячески унижал, да, и, говоря нашим языком, не отпускал, да, держал очень крепко. Вот, что еще, когда мы будем говорить с вами про роли, функции? Ну, конечно же, это в некоторой степени такая гармонизация семейной структуры, да, и снова через обеспечение защиты, создание материальной базы. Ну, в некоторой литературе вы можете увидеть прекрасную картинку, когда такая гармоничная семья, да, где мама держит ребенка, а отец держит маму. И, собственно, очень романтичная картинка, кстати, очень, действительно, очень, ну, это действительно некоторая такая модель, да, папа, который является, папа, который, да, обеспечивает это. Что еще? Так, ну, про проводник сейчас социальный мир чуть попозже скажу. Конечно же, отец играет огромную роль в то, что называется, разгружает симбиоз с мамой. Вы понимаете сейчас, да, ну, если вы понимаете, о чем я говорю, то есть отношения мамы ребенка изначально очень симбиотичные, и друг от друга никто не хочет никуда уходить. Что там хорошо, тепло и вкусно? Зачем вообще куда-то идти, да? Но это не очень полезно для дальнейшего, да, для дальнейшей жизни и не очень как-то способствует развитию этого самого ребенка. Вот как раз-таки отец, его очень большая роль заключается в том, чтобы вот этот симбиоз, его не разрушать, конечно же, ни в коем случае, да, но как-то поощрять вот это отделение от матери, да, и как-то актуализировать и поощрять мир, интерес к миру, да, какое-то такое любопытство в этом мире, да, и становление собственное. И вот как раз-таки здесь мне хочется сказать еще про отца как проводника в социальный мир. Это тоже большая очень роль его, да, часто мы говорим про то, что отец как проводник. Ну, может быть, вы даже это как-то часто слышали, да, что отец проводник в мир, там, отец проводник в социальный мир, отец еще куда-то проводник. Все время он год провожает. И если мы с вами вспомним некоторые даже традиции и обычаи, то мы вспомним, например, первый бал, да, на который отец приводил свою дочь, представлял ее обществу. Или, например, если в варианте с мальчиками отец, который начинает брать своего сына в какие-то свои мужские уже, да, там, рыбалки, что там еще бывают, охоты, да, представлять своим врагам, недругам, друзьям, партнерам, да, как вот, собственно, еще одного члена этого общества. А что там происходит? У ребенка достаточно противоречивая такая внутренняя позиция. С одной стороны, как я говорила, что есть симбиотический, да, есть симбиоз мамы, там тепло и хорошо, и вкусно, и уютно. Но с другой стороны есть внешний мир, который манит, манит, привлекает и всячески хочется его посмотреть, пощупать, да, как-то там оказаться. Но ребенок чувствует себя маленьким, а мир этот очень большим. И, конечно же, ему очень и очень страшно. И если его сразу туда выпихнуть, да, то можно сильно растеряться. И, в общем-то, в этом смысле, конечно, огромная роль отца в том, чтобы ребенка в этот мир привести, познакомить с этим миром, познакомить с теми правилами, которые в этом мире, да, то, как устроен этот мир, да, про то, что мир не всегда справедлив. В мире бывает по-разному, да, научиться защищаться, рассказать, как это устроено, как можно себя вести, как можно и так далее, тому подобное, да. И таким образом постепенно, постепенно, постепенно мир уже перестает быть таким большим и страшным, да, ребенок уже как-то более активно, уже не ребенок, да, взрослеет, развивается и научается в этом мире существовать. Как вам кажется, зачем это все нужно? Я вижу ваше удивленное лицо, но я на всякий случай спрашиваю. Я понимаю, что странный немного вопрос, но мне все равно очень интересно, а как вам кажется, зачем? Можно я стать, может, все равно стать леденицей? То есть основная задача воспитания. Здесь мы возвращаемся к теме, а, в общем-то, для чего вся эта история, да, основная задача воспитания какая? Научился, да, научился обеспечивать, да, какие-то свои потребности удовлетворять, обеспечивать себя, взаимодействовать с этим миром и желательно успешно. Для этого вот это все, собственно, и происходит, да, чтобы потом со спокойной душой и совестью пойти на пенсию, пить чай где-нибудь там, да, ребенок уже занимается своей жизнью, да, свои достижения и так далее, тому подобное. Потому что, опять-таки же, возвращаясь к вашей теме, да, со-зависимости, то, и не только к вашей теме, да, то какую мы с вами тенденцию наблюдаем нередко? Как вам кажется, какая вот такая частая, часто встречающаяся тенденция? Например, при отсутствии отца тоже. И чем это чревато? Вот у меня, например, с первым ребенком было все, и я выполнялся. Чревато очень было чревато. Добрый. И со вторым у нас по-другому, просто мы разделяем свои обязанности, и у нас все по-другому. То, что мы говорим, не приспособлен, правда? Не приспособлен и не может самостоятельно как-то в этом мире себя обеспечить. Да? Справедливый вопрос. Понимаете, здесь нет функции женщины, и я на это внимание, на сегодняшней лекции не обращаю, потому что она все-таки посвящена больше отцу, да, чтобы разобраться там. Потому что, если мы посмотрим, то, конечно же, у каждого родителя есть свои роли, свои функции. И в какой-то степени они будут не то чтобы пересекаться, но звучать похожим образом. Потому что и мать отвечает за безопасность, но это будет разная безопасность. Да? И мать будет отвечать, например, за обучение правилам некоторым, да? Но это немножко будет проразное. Все, что касается отца, это больше направлено на внешний мир. Я вас сейчас уже теряю, что там, не слышу вас. А что, простите? Женщины, когда она более деталей, зато что она видит, потому что мужчины более глобально... Мы, давайте, мы просто нет, в данном, в данном случае, в данном случае, немножко про другое. Да, у нас две разные позиции, две разных родительских позиции. И вот это важно понимать. И все роли и функции, которые у нас появляются, получаются, они исходят из двух разных позиций. Вот позиция отца и парадокс отца заключается в том, что он стоит как бы одной ногой в маленькой ячейке, да? Где его семья, а другой ногой он стоит в социуме. Ну, изначально так было. Мать все-таки внутри семьи. Мы сейчас говорим про некоторую традиционную историю, да? Конечно же, сейчас мы наблюдаем, что, например, мама, которая выходит и занимает в этом смысле, да, такую более отцовскую позицию, мы это наблюдаем, да, такое существует. Но если мы будем говорить просто про более традиционные взгляды, которые у нас все-таки как-то устоявшиеся, да, уже многими-многими-многими годами, то, конечно, традиционно мать внутри, отец как бы снаружи, назовем это так. И все роли и функции, они оттуда. Если мать, да, она обеспечивает безопасность, то, что мы называем базовая безопасность, да, мама научает обращаться с собственным телом, слышать собственное тело. Там больше про интимность, да, и она обеспечивает физиологические, изначально, да, вот в самом начале, когда ребенок рождается, она, конечно, ориентирована на то, чтобы и ее природа, и все-все-все-все-все отсюда вытекающее, ориентирована на то, чтобы обеспечивать физиологические, да, потребности ребенка. А также такой эмоциональный, эмоционально-психологический комфорт, да, и она внутри. Я недаром вам привела эту картинку, что мать держит ребенка, а отец держит уже непосредственно маму, да. А отец, он все-таки, если говорить про эту безопасность, то отец, он охраняет, ну, от внешних врагов. Извините, а у вас часто в практике бывают случаи, когда люди приходят на лекцию правиль отца послушать про мать? Скажем так, это частый запрос, это частый запрос, несмотря на то, что очень много посвящено, очень много есть лекций прекрасных коллег, которые посвящены роли матери, да, тому, как мама участвует, да, в чем специфика материнской позиции и исследований про это много. Сейчас вообще про маму очень много говорят, но, как ни крути, да, когда я прихожу с отцовской историей, все равно, конечно же, спрашивают и про мать, а что там, а что там мама? Мама тоже здесь, мы просто сейчас немножко как-то фокус внимания направляем на отцовскую, да, роль, на отцовскую позицию. И здесь принципиальным, конечно, является то, что отец у нас стоит, как бы отец у нас такой связь с миром, связь с отцом, и его роли, и его функции, они вытекают отсюда. Если вы вспомните, да, там, в пещере, в пещеру, да, вряд ли вы это, конечно, прям так вспомните, да, но вы вспомните, да, мужчина добывал мамонта и защищал от внешних врагов, да, чтобы там никакой тигр или никакой сосед не пришел и не что-нибудь там не поделал, да, а мать, конечно же, оберегала вот в этом интимном пространстве своего ребенка. Да, вы совершенно справедливо, да, говорите о том, что есть вещи, которые пересекаются. И пример для подражания, конечно, и мама, и папа, это два первых примера для подражания, но это тоже естественно. И хорошо, когда они есть оба. Так вот, это то, что касается роли и функции отца, да, и я вам сказала про социализацию и такую индивидуализацию через развитие активности ребенка, через развитие его самостоятельности. Ну и потом все-таки как-то все равно до сих пор принято считать, что любовь мамы и любовь папы, она проразная. Ну, принято считать, что любовь материнская, она безусловная. Ее не надо заслуживать, за ней не надо бежать. Ну, мы сейчас за скобки выносим, да, все остальные истории. А вот любовь отца, она, конечно же, условная, она как награда за достижение. И именно это является поощрением к росту, к развитию, да, к развитию самостоятельности, к тому, чтобы достигать чего-то, да, и приносить отцу. И говорит, что вот, пожалуйста, я молодец, да, отец скажет, молодец, хорошо, горжусь очень, потому что, если вы вспомните, конечно, для детей очень важно, не для детей, очень многие взрослые говорят, мне очень хотелось бы, да, вот все свои достижения, не все, но большие свои достижения нередко связывают с отцами. Я хочу, чтобы отец мной гордился, или я хотел бы, чтобы отец мной гордился, я хотел бы услышать, что отец мной гордится, да, и такое некоторое признание, да, подразумевая то, что, ну, мама, в принципе, она любит и будет гордиться, и примет безусловно. Это то, что касается у нас роли и функции отца, да. Подождите, то есть любовь отца не безусловна, или это нормально? Да. Ее род за судьбой. Здесь тоже есть интересная вещь, как бы, да, я так скажу сейчас просто. Если младенец, он ничего не может делать, то есть. Вот это очень интересно. Кстати, тоже были разные наблюдения на эту тему, что как раз-таки вот это движение навстречу друг другу, да, у младенца и отца, оно происходит. То есть изначально для младенца и для отца, они друг для друга, они чужие все-таки. Потому что это мама ходила 9 месяцев, слушала, прислушивалась, да, потом были роды, потом была вот эта соностройка, да, которая природой предусмотрена. А папа, он извне, да, и по сути это некто другой, это некто чужой. И чтобы этот коннект случился, тоже должно что-то произойти. И да, и говорят о том, что, хотя про это сейчас тоже существуют разные споры. Нет, кто-то выступает за то, чтобы отец тоже, безусловно, должен любить и так далее и тому подобное. Но принято считать, что, конечно, вот если почитать разную литературу и анализ, да, принято считать, что материнская любовь, безусловно, она обусловлена, да, природой взаимоотношений матери и дитя, то отцовская любовь, она не безусловна. Ее нужно заслужить. Когда ребенок начинает уже что-то делать приятно. По мере, по мере роста и развития, да, и опять-таки начала говорить про то, что наблюдения, были определенные наблюдения, когда вот женщины приходили, жаловались и говорили, что не обращает внимания на орущего младенца. Ну, как так может быть? Я-то понимаю, что он хочет там кушать, я-то понимаю, что он хочет. Ну, вообще ничего. Как мне привлечь сюда отца, да? Ну, действительно, очень много возмущения было у женщин. Как же так? Он его не любит-то сразу. Некоторые прямо говорили о том, что, вы знаете, там, мой муж обратил внимание на нашего ребенка, когда тому стало, там, исполнилось годик, когда он начал ходить, шевелиться и что-то там делать такое, да? Как-то некоторые, кто-то говорит, в два года, когда вот интересный возраст начинается, да, там, два-три года, когда действительно ребенок уже производит что-то на этот свет. И были такие наблюдения действительно. Поэтому, ну, традиционно мы считаем, что да, она, в моем понимании, она не может быть вот сразу безусловной. Как, да? Потому что, действительно, там нет вот этого контакта, нет этого коннекта, как между ребенком и матерью. А с какого тогда момента, какая заслуга? То есть, если ребенок начал ходить, это уже заслуга? Или ему надо пятерку? То есть, он уже раздается с болью. Это индивидуальный процесс у каждого. Я бы это назвала так, что по мере роста развития отец и ребенок обнаруживают друг друга. И, наверное, пик приходится сначала где-то ближе к трем годам, а второй большой пик, это, конечно же, будет подростковый возраст. Когда материнская фигура уходит на задний план, и на передний план у нас выходит отец. Его активность, его участие, то, что он делает, то, как он делает. Вспомните, самые такие тоже наблюдения, да, самые ранимые такие истории, да, травматичные в каком-то смысле, описывались там про подростковый возраст, когда папа не так посмотрел что-то не то сказал, обесценил, не оценил по достоинству и так далее, тому подобное. Но вот оно так. По крайней мере, мы так считаем, да, и мы так, мы это наблюдаем. Возможно, у кого-то другой опыт, мы не ограничиваем, не ограничены. Еще последний вопрос. Ребенку, когда он совсем маленький, ну, уже какой-то год, не знаю, год, два, он, если папа его еще, грубо говоря, не замечает, он хочет, чтобы папа замечал его? Или у него в приоритете мама? А папа это что-то вот такое? До года для ребенка, конечно же, это мама. Главное, тоже думаю, что согласитесь, да, что главная фигура, это, конечно же, мама. Главный человек, это тот, с кем случилась привязанность, да, и кому она случилась. Это может быть мама, это может быть, кстати, тот, за кем, кто ухаживает. То есть кто больше всего проводит времени с ребенком, кто ухаживает. Кстати, не исключено, что если этим занимается папа, то вполне это может случиться и по отношению к папе. Что были исследования еще давно, в самом начале, когда стали заниматься этой темой, как раз-таки были исследования привязанности к отцам. Потому что предположили, что если к матери существует привязанность, значит, она и к отцу тоже должна как-то проявить себя. Сначала это были не очень удачные исследования, потому что пытались, по примеру, материнской привязанности, по смысле привязанности к матери. Но потом, как раз-таки изучив специфику, да, института отцовства, специфику именно такой позиции отца, стали уже говорить про то, что, стали проводить уже другие исследования. Но действительно это тоже существует. Это встречный процесс, и у каждого это будет происходить по-разному. Здесь просто принципиально сама позиция, что если мы берем такую традиционную семью, да, где мать обеспечивает потребности ребенка, она занимается ребенком, а отец обеспечивает потребности семьи, да, в целом, и обеспечивает защиту своей семье, да, то это две разных позиции. И тогда, конечно, отец будет восприниматься сначала как инаковый, другой, в каком-то смысле чужой. И силу, которая защищает его с мамой. Если там все хорошо, то в том числе так. Понятно. Спасибо. Можно этот вопрос из онлайна? Елена спрашивает. Должна ли дочь показывать отцу свои достижения, чтобы заслужить его любовь? Не станет ли эта девочка потом женщиной, которая получает любовь мужчин через свои достижения, заслуживает мужскую любовь? Очень интересный вопрос. Елена, спасибо. Тут очень много недостает данных, потому что вот это мы сегодня на лекции немножко так отодвинули все и фокус внимания направлен на институт отцовства. Но если мы вернемся к жизни, к реальной жизни, да, то, конечно, отдельно рассматривать институт отцовства не очень реально, да, и не очень правильно, что ли. Мы всегда будем рассматривать с точки зрения взаимодействия мамы и папы, да, материнской фигуры, отцовской фигуры. То есть отношения с каждым и еще отношения между ними. Поэтому тут в зависимости от того, я бы, наверное, ответила так, что это вполне может быть, да, но тогда мы будем обращать внимание на то, какие отношения у данной девочки с мамой в том числе. И это принципиально важным будет. И какие у мамы с папой будут. И какие у мамы с папой будут. Но это мы всегда, то есть мы не можем уйти от этого, вот мы всегда рассматриваем. Я когда начала заниматься этой темой, я так наивно полагала, что сейчас я поизучаю, какой там образ отца, какая роль функции отца. У меня был достаточно большой клинический материал. Я думаю, вот, пожалуйста, все понятно. До тех пор, пока я не столкнулась с такой тупиковой ситуацией, что невозможно рассматривать без контекста вообще семьи и отношений с мамой. Вот когда, например, у нас подключаются еще отношения с материнской фигурой, да, и какие-то особенности там подключаются, нам становится больше, более ясна картина. У меня были разные истории, были разные кейсы. Если их так вот объединить, да, то вот как раз-таки очень интересная нарисовывалась тенденция, что женщины, которым было трудно как-то построить взаимоотношения с мужчинами, которые боялись мужчин, гетеросексуальные, да, которые были больше ориентированы на достижения, на карьеру. Вот там как раз-таки, как правило, был авторитарный отец, который требовал этих достижений с самого начала. Ты должна быть лучшей, ты должна уже там Нобелевскую премию получить в 10 лет. То есть, ну, конечно, я утрирую. И очень такая пассивная, вялая, невнятная позиция материнская, да, где мама была не включена как раз-таки, где мама не обеспечивала, не удовлетворяла потребностей, там, эмоциональных в том числе, да, и эмоционно-психологических потребностей, где мама как раз-таки сильно отступала. И еще там тоже интересный момент был, где мама очень боялась соперничества с этой дочерью, там подключался очень часто именно этот компонент. И тогда у таких девушек, у них, как правило, образ отца был очень такой деспотичный отец, как образ, да, такой уже внутренний конструкт, да, отец как враг, как монстр, как тот, кто, да, по отношению к которому нужно постоянно чего-то достигать, но тот, кто прям поедает. Вот, такие интересные. Кстати, когда мы проводили опрос, нередко встречались как раз-таки истории про какой у вас там, с кем ассоциируется отец, там, какие-то, да, такие были наводящие вопросы, но тоже, кстати, не такой маленький процент-то был про, мы сейчас посмотрим на это, про то, что отец как враг, как какой-то монстр, как кто-то, кто карает. Вот, хорошо, ну, с темой роли, функции более-менее понятно, да? Да, понятно, но у меня остался один вопрос, который я хочу задать. Почему мы априори принимаем вот эту позицию, что ребенок должен служить, как отца? Почему мы говорим об этом как об аксиломе и не задаемся вопросом, действительно ли это так, любовь или семье это должно происходить? Я не уверен, что ребенок должен чего-то добиваться, но он получает любовную семью, он получает любовь отца и матери. Почему мы принимаем как аксилом вот это вот утверждение? И не пытаемся это оскорить, и не пытаемся это рассмотреть. Насколько это верно или не верно, а мы в отношении отца с ребенком, вернее, отца с ребенком. Я в самом начале сказал, что действительно сейчас есть на эту тему дискуссии и споры. Если вас эта тема заинтересовала, я буду очень ждать. Мне не столько заинтересовала эта тема, сколько заинтересовало то, что мы в рамках вот этого нашей встречи, вот этой темы, исходим из аксиома, да? Мы принимаем это утверждение. Почему мы считаем, что это так? Тогда давайте разберемся. Что в вашем понимании? Давайте мы в процессе нашего опущения... Да, хорошо, давайте так, допущение. Раз, то, что я вам сегодня с самого начала сказала, что мы традиционно, традиционно понимаем это так, но никто не заставляет вас в это верить, да? И никто не заставляет вас в этом сомневаться. Это в первый момент. А второй момент, конечно, спасибо вам за такой вброс, да? Но тут очень важный момент, да, тоже разобраться, что значит заслужить любовь отца в вашем понимании? То, как вы это понимаете? Вот я думаю, что здесь, конечно, если бы у нас было больше с вами времени и возможности, то могла бы получиться очень интересная дискуссия на эту тему, как раз-таки через прояснение, что есть, да, что для вас значит заслужить любовь отца. То есть разбиться головой об стену, чтобы... Я просто не знаю, что у вас в поле. Не суть важно, что самое главное, мы говорим о том, что мать априори, вернее, ребенок априори любит... Нет, мать априори любит ребенка, а отец, ребенок должен заслужить любовь отца. А давайте я немножко изменю тогда термин. Давайте я немножко изменю тогда термин. Да, я немножко про другое буду говорить. Давайте я то, что вот я, да, только что объясняла, что здесь нет вот этого физиологически настроенного, да, контакта изначально. И вот эти взаимоотношения, они формируются, они создаются, они рождаются. Первое слово сказал папа, а не мама. То есть он уже индустрирует, но придет в себе в виде родца. Нет, это совершенно неважно. Более того, дети чаще говорят, кстати, не мама первое слово. Ой, далеко не мама, а как раз-таки папа. Да, здесь скорее, когда мы говорим про заслужить, мы говорим про то, что эти отношения рождаются. Они не появляются, безусловно, они рождаются. И это взаимный процесс. Это процесс навстречу друг другу. Вы же верно указали, что в том случае, если отец находится в процессе воспитания ребенка на первоначальном этапе, то есть, например, депрессия, в умственной стоимости воплачиваемой должности, а отец остается не делать с ребенком, то автоматически ролик меняется. Да, да. И здесь, но все равно этот процесс, он просто сокращается очень сильно. Вот этот процесс встречи, он быстро сокращается, но все равно происходит. То есть, там вот этот момент налажни происходит. Мы это часто сейчас наблюдаем. Есть такой вопрос. Включается только удаленность родителя от ребенка. В том случае, если он постоянно рядом, то он матерски остановится, становится его любимым. А если он дальше, то... У женщины в этом смысле больше преимуществ, и, скажем так, природных преимуществ. Она чуть раньше начинает. Вот эту соностройку, она начинает чуть раньше. Да, мужчине требуется, появляется. Кто папа? Вспомните этот опыт. Появился. Вспомните ваши впечатления. Как вы себя чувствовали. Я думаю, что у вас были достаточно абивалентные могли быть чувства. Да, очень противоречивые могли быть чувства. А вот еще можно даже раньше. В принципе, у меня, вот я знаю, другу повели на музей. То есть, вот мама, жена, повели на музей. Он не верил, что там есть что-то. Что там, говорит, 3 недели, 4 недели. У него был огромный шок. Когда он видел, там уже что-то... И вот это то, что сейчас последняя тенденция, что действительно начинают подключаться раньше, раньше, раньше. И тогда дистанция сокращается. Да, да. Вот где больше привязанности. Вот где больше привязанности. Потому что, если мы... Ну, как... Ну, если мама отсутствовала все время... Ну, по статистике, там, папа все стережутся. Ну, пока, да. Пока, да. Знаете ли, а потом, не знаю, как это все развернется. Сейчас очень по-разному это происходит. Да, и более того, я вас не призываю. Знаете, там, по букве закона должно быть так. И никак, иначе. Все. Вы теперь отец. И вы теперь вот должны... Вот так, да. Понятно, что функции, на самом деле, они распределяются в семье. И не всегда отцовские функции выполняет отец. Иногда некоторые отцовские функции на себя берет мамы. И это не есть прям очень страшно. Это не трагедия, да, вселенского масштаба. Ну, и вот, наконец-таки, мы с вами подошли к теме... Неужели, да? Для меня, потому что долго я так раскачивалась. Наконец-таки, подошли к теме образа отца. И вот здесь у вас несколько понятий. Мы можем говорить о том, что это, да, образ отца. Если говорить про общее понятие, то это, конечно же, некоторый внутренний конструкт ребенка. Это комплекс субъективных представлений об отце и его оценка. Ну, здесь вот красиво еще написано, да. Динамическая система представлений об отце, обладающая побудительной силой, влияющая на восприятие, эмоции, мышление, поведение в разных сферах жизни человека. Но как вам кажется, преимущественно в каких сферах это будет проявляться? Как мы будем реагировать? Вот как будет работать этот самый образ отца? Преимущественно в каких сферах? У женщин? Да, выбор партнера. Скажите, а как будет образ отца формироваться у ребенка, если он воскресный отец? А на самом деле он потом вырос и узнает, что отец негативный. Например. От кого он узнает, что отец негативный? Ну, он в ситуацию придет к нему, попросит там денег, кто-то не даст. И вообще... Ребенок не видит ежедневно в мелочах годовых, а для него отец воскресный, это отец праздника. Правильно? Как вариант? Это может быть как вариант. А на самом деле он вообще для него не праздник. Вот как тогда быть? А только заложен на обороны статьи. Это же посредение будет для него? В подростковом возрасте. В подростковом возрасте, в принципе, отношения с родителями это большое потрясение. Я бы так сказала. Давайте так, мы не будем его оценивать и говорить, что это искаженный или не искаженный образ отца. Образ отца, это не только, формируется не только по образу и подобию реального отца. От реального отца в образ отца входит, кстати, не так уж и много. А именно то, что зафиксировалось. Вот то, что запечатлелось. Конечно, чем более позитивный образ отца формируется, тем он более ресурсным будет. Ну вот, пожалуйста, еще одно определение. Целостная совокупность научных и житейских представлений об отце, формирующихся в сознании человека, регулирующих его поведение, актуализирующих в процессе взаимодействия с отцом. Ну вот мы сказали, что у женщин это будет чаще всего касаться выбора партнера, личной жизни. Как отец или точно не как отец? А как вам кажется у мужчин? Как будет работать образ отца? Ну, в каких сферах там? Я понимаю, что это как сейчас очень угловатый вопрос, но, да, чтобы сузить немного. Так, вот мы смотрели, когда мы проводили, мы смотрели мотив-афилиация и мотив-власти. Мотив-афилиация у нас был на женщин распространен в основном преимущественно, мотив-власти на мужчин. Действительно, здесь у мужчин это будет в большей степени работать в области достижений, в области преимущественно построение карьеры, достижения, ответственность. Что там у нас еще? Какие-то... У женщин это тоже будет касаться, да, но все равно пока еще это будет больше... Есть такая книга Верена Каст. Кому интересно, почитайте. Верена Каст. А, название книги? Отцы и дочери, матери и сыновья. Ну, как-то вот она, по-моему, так называется. И она как раз-таки тоже на это обращает внимание, что все, несмотря на все наше прогрессивное общество, все еще женщина считается окей, если у нее есть отношения, партнер, если она там как-то замужем или у нее кто-то есть. И даже если у нее не сформировалась какой-то идентичности собственной, да, но то есть все равно про женщину, когда смотрят на женщину, воспринимают, окей она не окей, потому есть у нее муж или нет у нее мужа, как мы сегодня выяснили. А на мужчину смотрят, конечно же, преимущественно через есть работа или нет работы, может обеспечить. Но, опять-таки, несмотря на все наше прогрессивное общество и тенденции, пока эти тенденции сохраняются. Вот. А вот как раз-таки смотрите, кто спрашивал про что там будет с образом отца, а образ отца, если мы посмотрим на его содержание, то это, конечно же, не непростая. Это не просто вот какая-то калька с реального отца. Да, там есть некоторый образ реального отца, а точнее запечатлен какой-то опыт с реальным отцом. Часть реальных отношений, часть реального опыта, даже не все, а только часть, которая вот наиболее эмоционально откликнулась этому ребенку. И, конечно же, образ, содержание образа отца начинает формироваться с самого рождения. Как раз-таки вот, да, у нас с вами есть некоторое врожденное знание или то, что называется архетип отца, то, что есть у каждого из вас, и у ваших детей, с чем мы приходим в этот мир. Да, некоторая схема. По мере роста и развития эта схема начинает наполняться и раскрываться. И обретать какие-то уже свои индивидуальные детали. Она будет наполняться и раскрываться через реальное отношение отца и опыта взаимодействия с ним. Отчасти. Но отчасти это будет связано с фантазиями и проекциями ребенка. То есть то, как он это воспринял. Да, здесь очень интересно, есть нюанс. То, как вы видите ваши отношения с ребенком, это одна история. А то, как ребенок видит вас и ваши отношения, это совершенно другая история. Ну, как говорится, вы только в начале пути все равно еще. Что-то для себя. Вот, кстати, тоже была диссертация, были исследования, опрашивали. Есть такое понятие, как нереалистичный образ отца. Когда, например, отсутствие реального опыта взаимоотношений заполняется фантазиями. Другой вопрос, что потом эти фантазии все равно об реальности бытия они разбиваются через какое-то время. Да, это не будет сразу. Но через какое-то время оно, как правило, происходит. Поэтому фантазии это тоже будет часть содержания образа отца. Фантазии, проекции. И в зависимости, соответственно, чем меньше реального отца, тем больше фантазий про отца. И, конечно же, очень важным является то, что мама говорит про отца. Независимо от того, есть отец или нет отца. Может быть, прекрасный отец, но есть какие-то... Именно как отец, он прекрасен. Да, но есть конфликтное взаимоотношение между супругами. И мама периодически делает такие вбросы, может быть, даже не самому ребенку, но в присутствии ребенка. Что он такой плохой, тратата. На самом деле, как отец-то, он не плохой. Это отношения. То есть тоже иногда сложно дифференцировать. Не все в таком эмоциональном запале ловят дзен. Да, точно. Работаем над образом. Отца и матери. Да, понятно, что есть простой человеческий фактор. Но вот это очень сильно оседает. И то есть еще одним компонентом содержания образа отца, конечно же, будут являться и взаимоотношения между родителями, которые наблюдает непосредственно ребенок, и то, как мама будет отзываться об отце ребенка. При том, что это будет выражаться как вербально и невербально, можно быть очень внешне таким, да, как это, социально прекрасным и общаться друг с другом, да, но внутри будет мощнейшее напряжение, которое будет проявляться в таких невербальных деталях каких-то. Дети это очень ловят. Дети, взрослые это ловят, просто не всегда умеют это прочитать. Да, мы все это ловим очень. Да, другое просто, насколько мы можем это читать, насколько быстро до нас это доходит. Ну, а как вот область отца изменится от того, что вы говорите на конфликт, что выражаетесь. И еще раз, я не слышала вас. Как ребенка изменится область отца, если что-то негативное, то он не нормативный, а отец, он промачивает, что это негативный. Но если мы будем, если мы будем в варианте, да, рассматривать в варианте, например, отец, правда, там, хороший, участвует, он заботится, насколько вот он это может. Понятно, что мы тут не сверхлюди, не боги. Но есть конфликтные напряженные отношения между родителями, да. И мама, тут тоже еще важно, что она периодически это делает. То есть, это должно быть как-то продолжительно во времени. То есть, ее напряжение должно как-то проявляться и во времени тоже. И она, например, позволяет себе что-то плохое говорить. И как это будет отражаться на ребенке? Ну, это на самом деле внутренний конфликт. Да, потому что он не может дифференцировать. Что? Но прежде всего между двумя, скажем так, между двумя образами отца. Образ хороший, образ плохой. У меня есть некоторый опыт с ним, и он хороший. Но есть у мамы опыт, и он плохой. И тогда какой он? И это будет оставаться именно в напряжении, внутреннем напряжении. И в таком непонимании, да, может быть, там, не знаю, сейчас я фантазирую уже, конечно. Но впоследствии, да, это будет некоторое конфликтное. То есть, то ли хороший, то ли плохой, не могу понять. Потому что ребенок-то верит маме и папе, кстати, безусловно. Потому что как родители, да, они взрослые, они небожители, они знают точно и наверняка. Он не подвергает сомнению, как мы с вами. У него есть некоторый эмоциональный опыт. Раз, и он положительный. Но мама говорит, что это плохо. И вот эта вот спутанность, которая впоследствии происходит. Вы говорите, как взрослый. Вы говорите, как взрослый. Скорее будет конфликт. Это как один из вариантов, это может быть. Потому что есть некоторый конфликт такой внутренний про это. Так, давайте посмотрим, что дальше. Ну вот, пожалуйста, если мы будем говорить... Можно у меня вопрос и просто отпустим? Васобразно, вермут? Да, спасибо. Пожалуйста. Такой практический. То есть вот эта история, где взаимодействие родителей, отношение матери к отцу, здесь отец, получается, находится немножко в пассивной позиции. То есть он ничего не может сделать. Есть ли вот эта вот история про реальные отношения к этой матрице, взаимодействия с ребенком, то есть может ли он как-то перевешивать эту историю? Или это в любом случае будет конфликт? То есть как бы весов здесь нет. Мы говорим про реальные отношения и опыт взаимодействия с ним. То есть некоторое активное участие. Я в данном случае могу предположить, что если это пустить вообще на самотек, ну как-то она там все время поносит и поносит. Ну что сделать женщину такая истеричная? Не очень хорошо, да? Но если, например, с детьми разговаривать на эту тему и спрашивать что-то, и как-то прояснять, и давать тоже какую-то обратную связь. А почему нет? Спрашивать на себя, что тебе мама говорит? Да нет. Да если ты не про это, не про это там, да? Что ты чувствуешь? Как тебе это? Дети же они как-то в этом смысле более открыты, они что-то такое приносят. И в определенном возрасте дети говорят, а вот мама сказал, или а вот папа сказал, а вот этот сказал, а вот тот-то сказал, они же приносят это. А что вот, и как тебе, что ты чувствуешь? Тебе, наверное, как-то от этого грустно, или ты, наверное, любишь и маму, и папу, и тебе не хочется выбирать между ними, но это тоже про некоторую беседу, про диалог. Спасибо большое. Мне вообще кажется, что диалог спасет мир. И между взрослыми, и между взрослыми и детьми. Это мое личное мнение, что все-таки, да, проговаривать, прояснять, как-то поднимать какие-то вот процессы, поднимать, обозначать какие-то, не перегружать, и не рассказывать. Потому что есть, знаете, какая история, когда тоже очень часто сталкивалась вот в своем клиническом опыте, когда им и мужчины, и женщины рассказывали, что, например, там мама, особенно это касалось Жени, вот мама, мы с мамой лучшие подружки. Она мне рассказывала про все, про чуть ли не до интимных подробностей с отцом. Да, вот мы такие с ней лучшие подружки. Это тоже, конечно, не надо так перегружать, да, все-таки надо дозировать, и помнить, что все-таки здесь ребенок, да, и есть определенные ограничения, есть границы, кстати, это всегда вопрос границ, что даже... Все равно детско-родительские отношения, это детско-родительские отношения, и там тоже есть свои границы, да, и их тоже придумали не зря. Распеваться полностью девушкам не рекомендуется. Знаете, я вообще считаю, что у каждого человека должно быть какое-то свое интимное пространство, да, и он имеет право о чем-то говорить, о чем-то не говорить, что-то обсуждать, а что-то не обсуждать. Так, ну вот смотрите, да, если говорить про образ отца, как про динамический компонент, то каким он бывает, да, вот как мы его можем категоризовать, какие виды мы можем выделить. но однородный, неоднородный, да, где более одна, там, например, однородный какойcaster, позитивный, в целом позитивный, или, например, неоднородный, конфликтный, да, как раз таки, где много вот этих тенденций, про плохого, про хорошим, тут хороший папа, тут плохой папа, Гармоничный и дисгармоничный. Думаю, здесь понятно, что негативно-гармоничный. Я все пытаюсь представить. Там тоже какая-то гармония есть. Просто однородный и негативный. Дисгармоничный. Осознаваемый и неосознаваемый. Понятно, что кто-то этим больше увлекается, кто-то этим меньше. Психологи такие люди, которые сидят у своих психотерапевтов. И вот туда-сюда про маму и про папу. У них воля осознаваемая. Для кого-то в принципе важно как-то самопознание и есть некоторое любопытство про то, как устроен, как я устроен, и как я могу вообще, что со мной внутри происходит, какие во мне тенденции, как они борются, не борются. Но в любом случае, кто-то наоборот, все говорит, что это все-то ваше блажь и уходит в полную такую несознанку. И вдруг обнаруживает себя действующим мыслящим как-то неожиданно. Да, ну и реалистичный и нереалистичный. Чем меньше реалистичных отношений, каких-то какого-то реального опыта, тем, конечно, образ будет нереалистичным. Святых мест пусто не бывает, и всякое пустое пространство стремится быть чем-то заполненным. Да, и в данном случае это будут некоторые фантазии. Откуда они возьмутся, как они сложатся, это уже, конечно, мы будем отталкиваться от индивидуального случая. Так, что здесь такое? Да, если говорить про то, на что, согласно разным исследованиям, на что, как он работает, да, как он работает и на какие сферы, соответственно, образ отца, в каких сферах он будет как-то более активен. Это, конечно же, про самооценку. Да, здесь мы сейчас не берем про то, что, а материнские так не работают. Все работает. Мы фокус внимания направляем. Здесь, конечно же, будет самооценка. Большое значение иметь. И у мальчиков, у девочек это может по-разному немножко быть представлено, да, но так или иначе, и это имеет огромное значение, конечно, огромное влияние на самооценку. Я помню, некоторые вспоминали. Мы, когда начали проводить исследования, у нас там было несколько задач, и несколько разных методов, и одно было решение задачи. Решение задачи, сначала сидишь расслабленный, решаешь задачу, а потом, знаете, как портрет Сталина вешаешь. Ну, то есть мы просили, а вспомните, мы вводили в тему, соответственно, вспомните про папу, о каким он был, ну и как бы погружали в эту тему. И нужно было еще раз задачу решить. И вот интересно, потому что не каждый был способен решить эту задачу также, например, хорошо. Кто-то лучше решал, кто-то хуже решал, но действительно некоторое такое, некоторое напряжение возникало у некоторых, а у некоторых даже самооценка куда-то там убегала. Да, действительно, это было просто очень интересно. И вообще, наше вот изначально, наше исследование, оно как раз-таки было построено таким образом, что, да, это у научного руководителя, он назывался эффект присутствия. То есть сначала мы с эффектом отсутствия все делали, а потом мы, я всегда вспоминаю, вешают же портрет, да, чтобы под зорким оком. А отсутствие государства – это тоже некоторая отцовская такая история. Конечно же, на представление о партнере это будет, на представление о партнере это будет влиять. У меня где-то здесь я записывала себе интересный тоже образ отца, как детерминат развития о будущем супруги у девушек. И вот тоже было интересное исследование на эту тему. Та-та-та-та-та-та-та, вот есть выводы... Автора? Автора потом подойдите, я вам скажу. Вот. И, соответственно, там тоже были интересные всякие интересные моменты, да, про то, как, например, больше связывали не с реальным отцом, а с какими-то актерами, да, там, персонажами, когда образ складывался. Но опять-таки же тут мы говорим про то, что когда было мало реального участия, или оно как-то было негативно окрашено. Да, но вот на представление о партнере это тоже... Здесь тоже это работает. Жизненные цели и их достижения. Конечно, изначально и примером в этом смысле как раз-таки может являться не только мама, но и прежде всего изначально будет, конечно, папа. В традиционном понимании. Сейчас уже и мама так тоже, знаете, поставила себе цель и самоактуализируется. И это, кстати, прекрасно. Но это тоже будет влиять, да, на то, как, да, в зависимости от того, какое содержание у образа отца, там, да, смогу, опять-таки самооценка, смогу, не смогу, достоин, не достоин, получится, не получится и так далее. Ну, уровень тревожности и созависимости, я вам про это уже говорила. Действительно, были такие вот исследования тоже интересные. Мотив, афилиация, да, на отношения в том числе. Я вообще добавилась на мотив власти у мужчин и мотив афилиации у женщин. Вот, еще несколько слов хотела вам сказать. Мы проводили опрос, как раз-таки он был больше на то, чтобы как-то сориентироваться вообще, да, в представлениях людей о своих отцах, уже взрослых людей, которые сами, может быть, даже родители, кто-то не родитель. Вот интересные у нас получились данные. Там порядка, больше 60% написали, что любят своих отцов. Где-то 10% написали, что очень любят своих отцов. И распределились по 13% амбивалентные чувства. То есть, я не знаю, вроде бы любила, а сейчас я расчаровалась. Или раньше не знала, а вот потом мы познакомились, и мое какое-то отношение улучшилось. То есть, соответственно, и амбивалентное чувство, да, либо не любят. И по полтора процентов, по полтора процентов боялись и равнодушия к своим отцам. То есть, это действительно такое было. Там испытуемые описывали, в том числе, почему такое происходило. Достаточно откровенно отвечали. Вот анонимный вопрос был. И интересно тоже было посмотреть, с какими образами, да, какие ассоциации возникают, ну, у каждого испытуемого со своим отцом. Ну, и здесь распределилось чуть более равномерно. Очень мне, знаете, что запомнилось? Очень много почему-то было карабасов-барабасов. Меня это удивило. Именно карабас-барабас. То есть, были д'Артаньяны. Прям вот я сидела, считала вручную. Я не поленилась. Были д'Артаньяны. Много достаточно. Были, конечно, много тут герой, защитник, там, как бог, как там. Это такие общие категории. Но были очень конкретные образы. И вот самые запомнившиеся для меня, это были карабасы-барабасы, д'Артаньяны. Были еще животные, разные там, медведь, ежики тоже были, кстати. Что, простите? А просто животные были? Какого возраста испытуемого окрашивали? Это одни и те же испытуемые, взрослые испытуемые. Да, это все взрослые, это не дети. Результаты, диаграммы чуть-чуть не бьются, да, в плане, что, ну, там, очень-то положительные были отзывы, а когда пошли ассоциации, тут как бы подключилось подзывание и правда. И это вот, следующее, о чем я хотел сказать, что очень интересно, на поверхности у нас большинство, да-да-да, люблю и даже очень люблю. Но когда мы взяли абсолютно ту же выборку и посмотрели по образам, посмотрите, отрицательный герой на самом деле гораздо больше, чем если мы посмотрим туда, где не люблю, равнодушие, амбивалентные и так далее. Да, даже ни с кем там тоже, никаких ассоциаций, мне кажется, они как-то есть цвета, у меня что-то перепутались или я что-то перепутала, потому что ни с кем, конечно, меньше там было. Но вот мы их, я их разделила, отрицательные герои, скорее отрицательные, скорее положительные герои, они были приблизительно вот так построены, да, там 50 на 50. Ну и вот если про образы говорить, то, конечно, было, было много героев, но было еще очень много антигероев. Карабас-барабас меня просто поверг, я впечатлилась достаточно сильно. Карабас-барабас вы же боялись, главная черта какая была, если не любили и боялись. Как отца? Ну, в смысле, я же. Ну, понимаете, что у всех по-разному, у всех по-разному. И, конечно, второй самый популярный образ, как ни странно, был Д'Артаньян. Некоторый такой спаситель, да, тот, кто эгегей спасает. Были, конечно, еще принцы, короли. Были... А ежик у вас положительный герой не пошел или куда? Здесь просто не отражено. Я с диаграммами не очень дружу, как вы видите. Животные в кокосе. Вот, но там еще были животные, там тоже был процент, что здесь не уместилось, я не могу понять. Но там еще были животные, в основном, конечно, были такие хищные животные. И вдруг ежики. И ежики там тоже были. Причем не один, то есть я говорю, что это был не один ежик. На одного бы я, знаете, просто улыбнулась бы и пошла дальше. На то был не один. Но в основном, конечно, были хищные животные все. Ежик колючий, плохой, или я маю, что... Ну, понимаете, так как это был опрос, и у меня не было возможности как-то с каждым побеседовать и раскрыть каждый образ, да, здесь я только использую какую-то, ну, такую общепринятую символику, но результаты получились достаточно интересные. На самом деле, еще много противоречивых, амбивалентных чувств. И вот эта вот вся первая часть про люблю-не люблю, она у меня как-то сразу отошла на второй план, потому что когда я уже стала копать в другие вопросы, да, то, конечно, появилось очень много про противоречивые, амбивалентные чувства. И что интересно, тоже здесь, к сожалению, этого нет, но когда был вопрос, а на что, собственно, как на ваш взгляд, на что повлиял ваш отец, вы не поверите, большая часть женщин на выбор супруга. Часть из них говорила про то, что отец копия, это, в смысле, супруг копия, мой отец. Там дальше было нравится, не нравится, это уже была другая история, но большая часть женщин все-таки прежде всего указывала на то, что отец повлиял на выбор супруга. А мужчин там было сильно меньше, и там было много про ответственность, что, кстати, тоже неплохо. Вот, и была часть, которая говорила, ни на что не повлиял. Или повлиял как-то, я иногда себя узнаю там в каких-то негативных ситуациях, в каких-то негативных моментах своей жизни. Вот я как будто бы, да, потому что был там вопрос, да, в каких ситуациях вы там узнаете какие-то, в себе узнаете какие-то отцовские черты или что-то еще. Вот. Вот такая, вот такой интересный опрос получился. Я не стала делать никаких выводов, кроме того, что, да, есть явное противоречие между некоторым таким социально, ну, приемлемым, назовем это вопросом, да, люблю-не люблю. И когда мы уже стали говорить про образы, то, конечно, стала открываться гораздо более интересная картина, и она более противоречивая. Ну, и, наверное, я бы, конечно, еще отметила про то, тоже очень интересно, да, что почему-то большинство женщин все-таки стали говорить про, в наш современный век, да, когда все стремимся к самоактуализации, к самореализации, все равно говорят про некоторую такую, ну, определенность, заданность, что ли. Либо копия, так же было, что точно, чтобы никогда, никаким образом не был похожим. Но мы-то с вами знаем, что это все звенья одной цепи, две стороны, одна металь. Да, и все равно это будет оборачиваться таким образом. Ну, на эту тему можно еще, конечно, разговаривать, и очень хочется продолжать разные исследования на эту тему. Но сегодня мы будем с вами заканчивать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, претензии... Да. Замечательно. Вы только, если, как бы, он не в рамках этой, не в дискуссии, не уместно, вы, как бы, скажите мне следующий человек вопрос. Хорошо, если что, я сверну. Хорошо, да, спасибо. Скажите, как вот, по вашему мнению, и вот такой вот вопрос, как проявляет себя вот эта сфера, этот момент, вот, Эдипов комплекс в семьях неполных, допустим, в которых только отец. Отец-одиночка, и вот относительность ребенка, как вот это входит? Если отец, и никого там нет. Да, ну, Эдипов комплекс, он как-то на соперничестве с... Ну, то есть, если как-то с матерью, если с матерью, то она спешит сказать, а вот как без вот этого... Ну, то есть, допустим... Без матери, я вас правильно услышал? Да, да, например, без матери. Если природа, допустим, она умерла, там, в связи с рождением, например, и вот все время занимался воспитанием один вот отец. Тут, знаете, очень интересно, а кто, если вообще какие-то женщины появлялись? Тут уже кто-то мог бы быть... Как вот мы говорим, например, про если нет отца, да, то где-то в зоне досягаемости должны быть какие-то мужчины, которых все-таки... То есть, перенесется внимание, да, вот этот комплекс, как-то акцент... Вот прям так говорить я бы не стала, но я бы вот эту тему смотрела бы именно с этой стороны, да, именно с той стороны, а кто там еще был? А кто там еще был? То есть, к тому, что формирование вот этого всего комплекса и так же оно может проистекать и неполное. Тут, знаете, тут надо понимать, вот этот Эдипов комплекс, да, который описан Фрейдом, у него же тоже... Это стадия психосексуального развития, у которой есть совершенно определенные свои задачи. И на этой стадии при полной семье, при неполной семье, да, эти задачи либо решаются, либо не решаются. И... Это осложнением очевидно. Это будет иметь определенные нюансы, но, опять-таки же, нам нужно больше, нам нужно больше контекста, нам нужно больше понять, что там вообще происходило, как это, потому что, окей, не было, не было там мамы, был ли кто-то, какая-то еще женская фигура, раз. Второе, что он знает про саму маму, это тоже важно, потому что, конечно, это будет у него, что ему говорили про эту маму, какая она, как она, то есть вот тут будет из разных-разных-разных ситуаций складываться. Может быть, там кто-то появился, может быть, там кто-то эпизодически появлялся, но, то есть тут... Но, на самом деле, кстати, вопрос интересный. Ну, да. И нет у него однозначного ответа. А вы знаете, в психологии, в принципе, однозначных ответов нет ни на что. Не математика. Да, и тут еще же очень много про разницу понятий, про то, как мы понимаем то или иное, какие-то теряные понятия, в том числе. Ну, и нет у нас никакого абсолюта здесь. Хотя иногда, конечно, очень хочется, чтобы было все прямо, перпендикулярно и параллельно, строго и понятно. От этого нам обычно спокойнее, но жизнь другая. А ребенок как реагирует вообще на отца? Ну, с точки зрения ребенка, что он чувствует у отца? Ну, если бы вообще... Когда? Когда? Какой ребенок? При каких обстоятельствах? Ну, например, период взросления как вот образ отца влияет, как ребенок воспринимает отца? То есть, как пример подражания или наоборот? Или вот... Смотря какого отца, смотря что там между ними происходит, ну, существует. Хорошо, этого мало. Как мы знаем, теперь этого мало. Нет, ну вот дети, они впитывают так подражать или что? Или они просто вот наблюдают? Вот как с точки зрения ребенка? Слушайте, есть такая же расхожая история, да, про то, что дети, как губка, им первое, все, что они впитывают подряд, ну, вот самое, да, самое-самое, что они начинают впитывать, они впитывают от своих родителей, без разбора. Они у них нет этой критичности, у них нет сомнения, они это просто впитывают и забирают, потому что пока у них ничего другого нет. Вот что, за что купил, за то и продают, да, вот что есть, то и впитывает, конечно, впитывает. Как он к этому будет относиться, другой вопрос. И в какой период времени? От чего зависит это отношение? От очень многих факторов. От очень многих, от возраста, например. Например, в подростковом возрасте он скорее будет обесценивать. Нужно же родителей-то с пьедестала свергнуть, правильно? Чтобы стать равным. А вот еще интересно, а отчим как будет выбрать формирование образа отца? Вот если у ребенка есть биологический отец, но, допустим, вот с ним не живет в отношении, есть отчим. Замечательно. Если везде везде хорошее отношение, то есть положительный опыт и здесь, и положительный опыт тут. А отчим идет как хороший, а биологический, допустим, как отрицательный. А вот тут, как говорят психологи, надо разобраться. Что там получится в итоге? Как правило, исключения у вас будет запросить. В том или ином виде. Если исключенные, если исключенные, то, скорее всего, какие-то фантазии про вот эту вот недосягаемую звезду заполнятся фантазиями скорее такого идеалистического порядка. И будет еще апеллировать к тому, что ты мне не. Но опять-таки же, это такая сложная тема. А вопросы все идут, давайте там, а потом там, там. Скажите, а вот вы говорили об области отца, да, и буду упомянуть, что пара на превосношение родителей и вербальные оценки строят с другой стороны. Да, в данном случае вербальные оценки отца. Если эти оценки, допустим, были негативными, да, со стороны матери, и женщин, семьи, как правило, женщины группируются так, ну, мы наблюдаем такое, да. Да, мы наблюдаем такие, такие, какие-то мнения, да. Это насколько это уже фатально и это невозможно изменить? Или если это возможно изменить, то как? Второе, что мне нравится, первое, что в психологии, да, нет никакого, нет ничего строго определенного, и все мы подвергаем сомнению. Второе, можно менять, да, опять-таки же, почему это фатально, почему это должно быть фатально, да, если он получает какой-то, все-таки, опыт более положительный, да, или какие-то ситуации возникают, да, при которых, или там вырастает ребенок, и как-то это прорабатывает, преобразовывает, и включает уже, это ведь пока ребенок, да, ну, сейчас так грубо скажу, побьют меня другие психологи, да, но ребенок думает, как думает, да, воспринимает все-таки, то есть мнение родителя, оно более важное и более весомое, что ли, да, но, собственно, для того мы растем, чтобы потом получалось свое собственное мнение, и возможность как-то... Печаль происходит, происходит тогда печаль, тогда мы будем говорить, конечно, про такую незрелость. но такое бывает тоже. А если как помочь такому человеку, предложить психотерапию. Все. Но он может отказаться. Маленький вопрос, а потом с большим вопросом. Маленький вопрос, на самом деле, очень простой вопрос. Мне кажется, у меня достаточно распространенная ситуация, я выращен двумя женщинами без отца и в какой-то момент понял, что у меня есть сын. И возник вопрос, что я с тобой делать? Я начал читать, начал смотреть, интересоваться темой и понял, что есть достаточно вот так и типичная история, отцовство. Но мне она не подходит, она меня прям вызывает отторжение, потому что, ну, я воспитан по-другому. То есть у меня совсем другой жизненный опыт и история про, безусловно, любовь, она у меня есть. Это не все, короче, все сложно. И я уже не могу понять, как мне быть с собой в данной ситуации. Мне пытаться загнать себя вот в эти рамки классического отцовства, который, законопорядок в семье, в социальном обществе и так далее, или попытаться ехать, как едется. Потому что, ну, то есть, не возникает сложности с этим. Зачем насилие? Зачем насилие? Но вы же всегда можете как-то себя поисследовать, поизучать, посмотреть, как вы на что реагируете, как реагирует ребенок, что вообще происходит у вас. Слушайте, зачем насилие? Зачем себя куда-то запихивать, если ваша природа другая? Могу объяснить, почему такой вопрос вообще возникает. В смысле, насилок в себе естественно не хочу, у меня ничего. Прекрасно. Вопрос в том, что это же сегодня какое-то определенное социальное отражение. То есть, я общаюсь с другими родителями, я общаюсь, я гуляюсь на площадке и так далее. То есть, я провожу много ременов с ребенком. Но я замечаю, что то, каким отцом я являюсь, у всех вызывает очень противоречивые эмоции. А вы хотите нравиться другим отцом? Я не хочу нравиться. Я просто вижу, опять же, это все, спасибо. Это просто, мне в принципе без разницы. Вопрос в том, что мой ребенок это видит тоже. Что кому-то говорят, что у тебя там папа, что с ним папа. Прям так и говорят. то есть, он понимает, что я чем-то отличаюсь и я не знаю, как ему нормально это объяснить ему 5 лет и то, что тебе там 5 лет уже можно. Такая история трагическая в моей жизни. То есть, это как покажется. Как это же можно спрашивать, а что ты про это думаешь, что ты про это чувствуешь, да, и рассказывать, что люди, вот собственно, вот вы и дальше занимаетесь чем-чем вы занимаетесь, да, что мир устроен по-разному, что люди воспринимают по-разному, что мы не обязаны тут всем нравиться. Спасибо. Я вообще не хотел прокачивать вот это вот все терапии, теперь тоже не будет. Не надо насилия. А вообще терапия, знаете ли, в таких вещах. Я понимаю, что я тот человек, который всегда будет говорить про психотерапию. Но вот такова, я уже с этим свыклась. Но психотерапия в этом помогает. А чем, например, вы отличаете к вам? Я вижу. Я уволился с работы, например, чтобы быть с ребенком. Ну, сейчас этот... Ну, что? Просто вашим... Я просто... Дома... Я были на улице, на площадке, и кроме меня, там, в основном, я не говорю, что я какой-то самый уникальный на свете. Я просто... Мне кажется, что мой случай, наверное, чуть более необычный, чем этифичный случатся. Если вас это волнует, если вы переживаете... Я не плачу об этом. Но в любом случае вы получили достаточно много поддержки сейчас, что вы имеете право быть... Вы имеете право быть таким, какой вы есть, да? Не нарушая, как это, Уголовный кодекс Российской Федерации. Окей. Хорошо, у нас был еще один вопрос. Вот у меня теперь прям в темах оказывается продолжение. В каких случаях вот в семье, вот образ отца, образ матери, в каких случаях меняются роли? Ну, зачастую же бывает, что типичное представление матери, типичное представление об отце обратно пропорционально в семье. Это даже не про абьюз, это просто больше вот... Вы сейчас про некоторую современную ситуацию, так, говорите? в последнее время достаточно часто актуально, идут либерализации, там, интернет у женщин появился. Ну, в смысле... Аккуратнее сейчас. Сейчас аккуратнее. Мужчины-то сихольные, очень сихольные. Ну, в смысле, что очень актуальная история, возможно, связана с правами женщины, возможно, из-за этого с их каким-то прокачкой, там, может, даже через чуть-чуть сверху. Ну, неважно, просто в связи с чем происходит вот это вот, и нормально ли это, может ли нормальная семья функционировать, ну, с точки зрения, там, ребенка и так далее. Когда перенос ролей, вот, перед... Определяет не перенос ролей, а определяет качество взаимоотношений. Ну, то есть это не будет, там, критическая история, если... Ну, я не хочу говорить... Мы в современном мире живем, он тоже диктует определенные условия, и к этим условиям мы тоже адаптируемся. И вопрос не то, как повлияет перенос ролей, вопрос в том, какого качества отношения будут у каждого родителя с ребенком и между собой. Вот перегруз будет там, если... В смысле, перегруз будет тогда, когда будет там что-нибудь такое, да, с... Ну, просто вот мы вот все, допустим, если представить, что вместо вот лекции, которая была про отца, все вот эти вот критерии, относящиеся к его роли, если это говорить про конкретную мать, например, вот ей это все подходит, и семья, она вот эти все функции выполняет, вот. Так, у отца, значит, тоже какие-то есть там... Ну, понятные. Дела. Будет ли это скорее отрицательным фактором? Это зависит от многих факторов. Это будет зависит от многих факторов. Я бы не стала вот как-то как категорично к этому относиться и как-то ставить диагноз, что вот в этом случае будет все плохо, а в этом случае будет все хорошо. Ни в том, ни в другом мы не гарантируем. Ну, что? Не можешь, пожалуйста, еще? Ну, давайте. Когда мы говорим об образе отца, мы говорим о четырех компонентах, исходя из вашей диаграммы, да? Так, что тип более-менее понятно в случае, если отец физически отсутствует, и ребенок может следить о том, кого он есть на самом деле. А мама в третьих компонентах, она никак не комментирует, не вступает в дискуссии, по поводу отца нереалистичным образом. Фантазии. Человек уходит в фантазии. Слушайте, но он же у вас не в подвале живет, ребенок? Он же ходит в детский сад, он общается, он видит других людей, он видит мультфильмы, кино. У некоторых-то при присутствии такой формируется. Но это хорошо или это плохо? А вы сами как считаете? А вы сами как считаете? Недосягаемый идеал, это хорошо, это насколько применимо к реальной жизни? Тут сложно говорить, хорошо это или плохо. Это будет как-то себя проявлять. И это будет как-то себя проявлять в отношениях с противоположным полом, в отношениях со своим полом, в каких-то там в самооценке и так далее, и тому подобное. Психологи, они занудны тем, что они не говорят плохо это или хорошо, они говорят, что это как-то будет себя проявлять в зависимости от... Что? Все-таки, да. Ну вот представьте себе ситуацию, есть у нас девушка вот с такой историей, да, с таким идеализированным образом. Вырастает эта девушка и идет искать себе партнера, принца на белом коне. Один не принц, второй не принц, третий не принц. И похоже друг на друга очень. В какой-то момент они становятся. А если растет мальчик, в подобном контексте растет мальчик? Чем это чревато? Чем это чревато? Ну вот вопрос к вам тоже. А чем, как вам кажется? Чем? тут может быть некоторое даже такой, смотря какой идеальный образ, про что он, Это может быть какое-то достигаторство, когда он будет все время стремиться достигать, 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 чтобы вот как-то соответствовать этому образу и никак не до соответствовать ему. Ну, как, например. Давайте один вопрос и заканчиваем. он не совсем по теме, он скорее про развитие ребенка, а в общем я иногда проходила терапию и оказалось, ну, вот я как раз хочу спросить ваше мнение, что вы думаете насчет развития ребенка в внутриутробном периоде? Правда ли, что он считывает всю информацию внешнего мира, она вновь взлетает там, бессознательно, и так правильно, и так правильно. Ну, это что-то на грани с эзотерикой, может быть? Нет, почему? Здесь нет никакой эзотерики. И, например, вот то, что я недавно читала, ну, это вот про другие исследования, я читала, но действительно внутриутробный период имеет огромное значение, в том числе для последующего, в дальнейшем развития. Поэтому, но оно все имеет большое значение, все неспроста и все полно примеров. поэтому все на все влияет. Психика ребенка формируется уже тогда, когда родители о нем задумались и начинают вести разговоры, что у нас будет ребенок. есть такое, есть такое мнение, есть, есть такое, аккуратнее, я обычно аккуратна с этим, да, но действительно есть такое мнение. Ну, я тоже... Да, ну, а уж когда действительно уже зарождается, да, зарождается жизнь, то действительно там все... я имею в виду, я имею в виду, вот, например, у меня клиентка, она мне рассказывает, что мне нужно родить ребенка для того, чтобы от меня все отстали. То есть, она уже наделяет ребенка определенной ролью. Это про некоторые отношения, про некоторые ожидания, но это действительно имеет место быть. Окей, спасибо вам за столь увлекательную беседу. Спасибо.